Всем большой привет, друзья! Сегодня мы с Гезби поснимаем для вас влог. Вы знаете, что мы собираемся ехать к врачу, сдавать анализы по поводу нашего хвостика, выпадения шерсти. И сейчас, перед тем, как ехать к врачу, за два дня я решила сдать анализы в другой клинике, потому что девчонки, которые мне писали, посоветовали сделать это, чтобы два раза потом не ездить к врачу, не стоять в очереди. Поэтому мне сейчас очень важно, чтобы Гезби пописал на пеленочку, а хозяйка собрала всю эту баночку. Если вам интересно, как взять анализ мочи, напишите, я для вас сниму отдельное коротенькое видео, такой лайфхак. Поэтому сейчас мы взяли игрушечку, я его гоняю по всей квартире. Это вообще мочалка, а не игрушка, но он любит с ней играть, для того, чтобы он набегался, сходил, попил, потом пописал мне. Да, маленький? По-другому никак. Так, анализы нужно сдавать натощак, собака ничего не ела, а время-то у нас же сколько, 10 утра. В общем, он никак не хочет писать. Гезби, давай бегать, давай бегать, иди лови скорее мочалку. Ну вот, мы уже и в машине. Гезби, ты готов сдавать анализы? Кровь у тебя сегодня возьмут, да, мой хороший? Не боишься? Не боится заяц. Я его пристегнула, я вам уже тысячу раз показывала, что он мне теперь ездит вот так вот сзади, через шлейку несколько раз перекидывают этот ремень безопасности, и он уже не падает вниз, потому что поначалу ремень был очень длинный, и когда я резко тормозила, он немножечко вот так вниз съезжал. Я всегда очень переживала. Что, мой маленький, пойдем, пойдем. Я вам, кстати, сейчас покажу баночку, которая вам понадобится, если вы захотите сдать анализ мочи у собаки. Это вот такая обычная банка, контейнер подается в аптеке, стоит 20 рублей, контейнер для биопроб. Что, не нравится запах аптеки? Не бойся, иди, все, успокойся, успокойся и нервничай. Я уже тут все силы потратила. Мы только что вышли из ветеринарной склизники, да, малыш? Кто-то больше всех боялся и тряс, и большие собаки, скажи, боятся, и маленькие. Пришлось немножечко сбрить шерсть на лавке, чтобы взять кровь. Мы взяли большую пробирочку, вот так вот переметали эластичным винтиком, сказали через полчасика и снять. Сейчас я вам скажу, как мы сдали анализы. Клиника называлась Василек. Дали мы гормональный скрининг Т3, Т4 общий, Т4 свободный, ТТГ, кортизол, крови. Анализ стоил 2 500, потом взяли на тестостерон 800 рублей. Общий анализ мочи 300 рублей. Сейчас мы приехали заказать пиццу. Та-да-дам! Вот она наша, скажи с тобой, пицца. Этот район называется Солнцевый парк. Я здесь не живу, но живу недалеко от этого района. И здесь на первом этаже одного торгового центра я вам вставлю фотку, покажу. Есть вот эта пиццерия. Очень люблю я здесь заказывать пиццу Маргарита. Стоит всего лишь 270 рублей. Фу! Уже залез. Реально очень классное, тонкое тесто. Очень-очень вкусная пицца, пряные, ароматные травки. Сейчас протрую ручки салфеточками. Салфеточки всегда покупаю вот с таким вот пластиковым элементом, чтобы они не пересыхали. Здесь ужасный шум. Сейчас мы у геосбеснимем с лапки. Вот этот вот бинтик эластичный. Да, мы маленькие? Хозяйка попробует. Ребята, у меня реально, видим, какой-то стресс. Первый раз в жизни мне захотелось в одиночку купить пиццу. И вот так вот просто посидеть на лавочке и ее скушать. Я вам не советую покупать дешевую пиццу, когда там есть грибы или какая-то колбаса, ветчина. Мне кажется, все-таки качество и цена должны соответствовать. И нельзя купить пиццу со 270 рублей с вкусной там ветчинкой или какой-то колбаской. Так что вот, а Маргарита это самое-самое. Давай снимем тебе бинтик сначала. Он вот так вот очень легко подкрепляется. Выгул с собаками на всех детских площадках запрещен. Вот только у нас тут кровь. Ой, у меня наша лапка. Вот, видите, нам здесь в гриле. Вот он. Ничего, дедби все выдержал и вытерпел. Дам сейчас дедби такой вот маленький кусочек только из-за того, что он сдал кровь, чтобы он в следующий раз не боялся ходить в больницу. Немножечко можно его поощрить. Я мой сладенький. За такие-то труды и мучения. Поближе вам покажу саму пиццу. Смотрите, с обратной стороны тесто выглядит вот таким образом. Оно очень-очень тоненькое. Я люблю именно вот такого плана. Пиццу на толстом тесте я не люблю. Хотя помню, когда я училась в школе, школьная пицца была на толстом тесте. Выглядела как ватрушка с творогом. А в середине вместо творога, конечно же, там была начинка какая-то, колбаска, кетчуп. Тоже специи. И она была безумно вкусная. Ты чего? Что такое? А, тебе на глазик палка какая-то упала. Гетцби. Видите? На глазик упала. Сейчас я тебе сниму, не переживай. Мы пришли с Гетцби домой. Он лег спать и проспал, наверное, 3 часа. Вообще беспробудно. У собаки стресс, несмотря на то, что он улыбается. Вроде бы ходил бодрый, но все же поход к врачу дает о себе знать. Вчера я поделилась с вами, теми, кто следит за мной в инстаграме, особенно в сториз, тем, что я приготовила запеканочку. Причем, знаете, просто как-то захотелось сделать творожную запеканку. Такого постоянного рецепта у меня не было, потому что готовлю я ее довольно-таки редко. И это тот редкий случай, когда просто пальцем в небо первый попавшийся рецепт в интернете я нашла. Очень простой, легкий, приготовила. Всем безумно понравилась эта запеканка, поэтому сейчас я вам ее покажу. И обязательно, если у меня получится, я вам вставлю фотографию с рецептиком. Если фотографию вы не увидите, то я вам под этим видео в описании напишу рецепт, как я ее готовила. Можно адаптировать этот рецепт не только, готовя его в мультиварке, но также в духовочке. Вообще, напишите, любите ли вы твороженую запеканочку. Я ее очень сильно люблю, особенно со сгущенкой. Но сгущенки нет, поэтому я ее сейчас буду есть с земляничным вареньем. Вот она, моя прекрасная, вкусная запеканочка. Посмотрите, какая она толстенькая получилась. Я готовила из, по-моему, 500 грамм творога. Творог был жирный. Вообще, запеканку следует готовить из творога жирного. Если вы возьмете творог обезжиренный, запеканка вкусная, к сожалению, не получится. Очень действительно нежненькая. Посмотрите, какая красота и вкуснота. Попробуйте, приготовьте, и потом обязательно напишите, получилось у вас или нет. Но я уверена в том, что она у вас получится. Мы пришли на нашу любимую площадку для дрессировки собак. Да, мой маленький, что мы тут делаем с тобой? Дрессируемся или вот так вот балду гоняем у хозяйки на руках, сидим? Ну или за мухами бегаем, да? А больше нам ничего не интересно, особенно когда жарко. Здесь классная площадка. Я вам ее уже показывала в неделе влогов. Но здесь есть единственный минус. Это то, что когда вы находитесь на площадке для дрессировки собак, и на улице стоит теплая погода, здесь очень неприятный запах. Я думаю, вы понимаете почему. Потому что собаки бегают по углам, метят, и вот это вот все витает в воздухе. Весь этот запах. Я тут как-то даже пришла с книжечкой. Думаю, Геда будет бегать, а я буду сидеть читать книжку. Но нет, вот этот запах, особенно когда подует ветер, он режет носик. Да? Пока малыш режет носик, такой запах. А тебе нравятся такие запахи, правда? Здесь огромные-огромные мухи летают. Что я вам хочу сказать. Не могу я эту тему не затронуть. Все-таки, знаете, у меня такой канал живой. Я никого не пытаюсь из себя строить, чему-то вас учить. В общем, друзья, под последним влогом, просто там, где я вам показывала наморник, который я купила для Гезби в форме утиного носика, у меня собралось столько негативных комментариев, конечно, и позитивных, но такого негатива, по-моему, не было еще ни под одним из моих видео, и столько дизлайков тоже не было. И все бы ничего, если бы, знаете, ни одно такое печальное, даже не знаю, как сказать, одна печальная идея, которая движет всеми людьми, которые пишут негативные комментарии. У какого-то другого блогера вышло видео по поводу этого наморника, где были высказывания. Я это видео не смотрела, просто мне писали о том, что покупая такой наморник, вы унижаете свою собаку, вы высмеиваете ее, и, в общем, все в таком духе. Я никого не хочу обижать, но вот просто задумайтесь над моими словами. Я сама не идеальна. Я сама, особенно в подростковом возрасте, знаете, была вообще пофигисткой. Я не была вот такой вот доброй, безоблачной, там вот как сейчас мне многие пишут на позитиве, да, у меня было много негатива, я была вечно такой тоже ворчливой, сварливой. Вот, и тоже во многих вещах видела негатив, и мне нужно было вставить свои три копейки. Во-первых, друзья, если кто-то так сказал, не нужно совсем соглашаться, у вас должно быть свое мнение. Ну, давайте вот просто взглянем на вещи трезво. Ну, как можно намордником в форме уточки высмеивать свою собаку, как-то над ней издеваться? Вы что, друзья, о чем вы говорите? Мне просто, ну, действительно, даже не знаю, мне не то, что забавно читать такие комментарии, мне наоборот не нравится то, что вы это пишете. Как можно сделать вывод вообще по поводу этого намордника, если вы даже не знаете, зачем я его купила? Возможно, я его купила для того, чтобы просто видео о покупках сделать для вас обзор, поближе его показать. А еще есть такие случаи, друзья, вы должны об этом помнить, что очень часто на улицах, по крайней мере в Москве, прям периодами разбрасывают отраву для собак, яд. И без намордника выходить на улицу гулять с собакой просто категорически запрещено. Если ваша собака съест этот яд, который предназначается для дворовых собак, дворняк, для того, чтобы их умертвить, то вы сами понимаете, что произойдет с вашей собакой. Также намордник нужен для того, что если вы дома что-то разбили, стекло, посуду, градусник, бывают такие моменты, что просто собаку нужно либо в комнате запирать, либо вот надеть намордник. Такой намордник, или в принципе любой намордник, может вам понадобиться один раз в год, но он у вас должен быть. Я купила эту уточку, просто мне очень было интересно посмотреть, как это вообще выглядит. Гецби этот намордник реально нравится, мы его носить не носим, но он у нас должен быть. А также я вообще вам хочу сказать, что не нужно думать в каком-то негативном русле. Вот вы просто возьмите и посмотрите на себя со стороны. Вот я там, девочка, 12 лет. Я написала там, что, Яна, ты лучше воспитывай свою собаку, нежели чем покупай намордник. Ну, просто возьмите на себя, посмотрите, что вас характеризует, вот о чем вы хотели сказать, и насколько вы оказались правы или неправы. Друзья, никому ничего плохого говорить не буду. Я знаю, что то, какие мы с вами есть, это все наше окружение. Если подросток, человек, ребенок, девочка, мальчик на негативе, это не он сам по большей части виноват, виноваты его окружения, виновата семья, в которой он живет, он видит все это и тоже растет таким же. Я, на самом деле, в дальнейшем хочу пропагандировать тему позитива, хочу помогать вам от этого избавляться, и даже, возможно, некоторые хейтеры, которые ставят постоянно низлайки, пересмотрят свое общее отношение. Конечно же, я хочу поблагодарить всех, кто написал о том, что, друзья, зачем вы обращаете внимание и вообще рассуждаете по поводу наморника, и даже сами не знаете, что и к чему. Вы сначала посмотрите и первостепенно обращайте внимание на что-то хорошее, о том, что в начале видео действительно я вам рассказала о доброй поступке, которую может сделать каждый из вас. И многие этого не замечают, а сразу переходят на вот какие-то такие негативные моменты. Этот наморник очень-очень классный. Не слушайте, если кто-то вам говорит, что он высмеивает вашу собаку. Если вы его наденете, точно так же, как вы наденете какой-то костюмчик на свою собаку на улице, все будут умиляться, все будут говорить, какой милый, какой забавный. Я уважаю мнение каждого человека, который сам решает, что для него хорошо, а что для него плохо. Поэтому такая вот была история. Наверное, сегодня это все. Будем закругляться. Малыш, кто на моей куртке тут лежит? Я уже, видите, уложила ему куртку, потому что если его класть на лавочку, он проваливается лапками. Вот эти щели. Так вот он хорошо лежит и смотрит, а где же тут мухи летают. Да, мой сладенький? Большое всем спасибо, кто за нами следит, кто на нас подписывается. Друзья, всех целуем, обнимаем. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok